Микс Ньюз Утро на Болткоме Утро на Болткоме продолжается В студии все еще я, Артем Липин и Евгения Шафранок И за звукорежиссерским пультом нам помогает Евгений Копеин И во втором части у нас тоже гости И вначале к нам пришел представитель команды организаторов TEDxRig Продюсер Мартин Штиберс Здравствуйте Доброе утро И насколько я понимаю TEDxRig пройдет уже на этой неделе 22 ноября Да, в эту пятницу уже готовимся, чтобы выйти в эфир В эфир, то есть вас можно будет увидеть в онлайн-трансляции? Да, обязательно у нас каждый год, это очень важная наша составляющая часть Это чтобы выйти в эфир, чтобы это было онлайн-трансляции И вообще, чтобы потом уже, это вся конференция, в которой все выступающие там Чтобы они записали, была хорошая запись, то есть и звуковая, и визуальная Чтобы это уже потом поставить большой, большой, как бы сказать, TED-сеть Где это уже как экспортный товар латвийского, то есть общества Про это я немножко позже спрошу, а у меня тогда немножко провокационный вопрос Если у вас есть возможность посмотреть в онлайн, зачем тогда платить за вход, входные билеты? Есть ли какие-то дополнительные? Ну да, я думаю, онлайн, это понятно, ну как и в театре, да, скажем так Мы можем, наверное, какие-то спеши посмотреть онлайн Но когда ты внутри конференции, в первую очередь это все предыдущие спикеры Которые можно встретить лично, да, это такое уже, как сказать, соединение Когда заканчивается одна сессия, это все вместе, когда пьют кофе, делают свои какой-то, то есть социализинг И то есть достаточно тоже визуально интересно, чтобы посмотреть это Ну, скажем так, это всегда быть там на месте, ты как-то получаешь что-то большее чуть-чуть Чем, ну, смотреть на компьютерном экране или так Насколько тяжело найти спикеров для TEDx? Потому что у них достаточно высокие требования И достаточно высокие требования у гостей, которые придут Да, ну, как раз это, наверное, наша конференция отличается от других конференций Мы в первую очередь очень большую работу вкладываем на приготовление всех речей Это есть какая-то уже, наверное, речь TEDx, это как бы там уже написано много книг, как это делается Вообще, это у нас есть примерно два месяца мы подготавливаем спикеров И в первую очередь мы ищем тоже темы, которые актуальны темы на нынешний день Это мы приглашаем также иностранных спикеров Но каким-то образом они связаны с темой или с родственным каким-то связанным с Латвией Чтобы была какая-то часть, их часть, чтобы это было что-то, как сказать, можно было связать Чтобы нашим людям было это интересно То есть это может быть любая тема актуальная на сегодня, но она должна быть связана с Латвией обязательно? Не обязательно, ну, скажем так, обязательно связана каким-то образом Это очень, ну, достаточно большой образ, там может быть Много людей могут, например, есть люди, которые, например, живут уже за границей Но у них, например, вот сейчас в этом году выступает один ютубер Такой Алан... Милкденян Милкджан, как было бы правильно его произносить И у него родители рижане, да И они, кстати, выступали, цирковые артисты, которые выступали в Риге здесь И он сейчас уже, вот, уже сам родился уже в Америке И там у него свой, так сказать, ютуб-канал Который называется Cut and Disillusion И очень много подписчиков, больше полтора миллиона примерно И он, вот, мы его, то есть, пригласили Он очень захотел тоже приехать И так что такая тема И он будет рассказывать, как вообще стать ютубером И как это, что делать Так что такая связь тоже может быть родственная связь, да С Латвией А так, да, это мы всегда вкладываем очень большую, то есть, работу на приготовление этих спикеров И это проходит примерно два месяца Это тоже, как бы, все речи проходят на английском Потому что я говорю, это наша основная часть Это чтобы не нынешняя, не здешняя только публика А чтобы вы вывести То есть они говорят сразу на английском А если кто-то из гостей не понимает английский Есть перевод в наушниках Так что это все А в онлайн-трансляции перевода нет? Есть, есть А тоже есть? Тоже есть, можно переключить ию Онлайн-трансляция будет на нашем TEDx сайте Будет онлайн-трансляция также на, мне кажется, TVNet Будет протранслировать И также будет транслировать разные библиотеки По всей Латвии примерно 50 библиотек Транслировать онлайн эту всю конференцию А как можно попасть и стать спикером? То есть, может быть, кто-то сидит и думает Вот я такой гениальный, а меня никто не слышит Что делать? Куда идти? Есть такая Во-первых, можно писать нам Ну, мы делаем тоже, чтобы это было легче Мы делаем каждый год такое, называется Хант идей То есть, мы как бы Охоту за идеями Да, охоту за идеями И это может каждый, ну, буквально каждый, у кого есть что-то сказать Чем зажечь других людей Как-то может каждый пробовать высказаться И там есть жюри И потом лучший попадает в эту саму конференцию Так что такая Есть тоже А кто-то в этом году есть? Есть, есть такой Есть такой Да, есть такой Сейчас надо посмотреть, как его зовут Но если вы вспомните профессию, у меня открыт список Я могу предположить У меня тоже вот здесь есть Профессия у него, он как раз Секундочку Да, может быть, мы пока можем еще один вопрос задать Да, конечно Насколько жесткий вот этот отбор? То есть, вы говорите, что вы охотники за темами Охотники за спикерами Спикеров огромное количество И, например, вам хочется заполучить какого-то яркого И наверняка он соберет зал Но он, не знаю, не приезжает Мы ему неинтересны Может быть такое Латвия для него маленькая, например Может быть такое, да Ну, во-первых, тоже Мы с первых годов, когда это был 12-13 год Мы пробовали тоже, как бы, больше идти на таких личностях Очень знаменитых, там, начиная, там, с Вайровити Фрейберга И разными такими, ну, очень известными людьми То сейчас мы смотрим больше на самые темы, да Чтобы это была тема, не сам человек Потому что каждому, кто хочет выступать Надо тоже рассчитывать на то, что он будет Примерно два месяца каких-то работ для себя То есть подготовка Подготовка, да И не каждый может это себе позволить Много людей занятых И потому это достаточно трудновато Ну, в конце концов, у нас большая команда волонтеров Которая работает с каждым, ну, то есть, с каждым Спикером Спикером, да Пока приготовляют его И потом, когда он приготовляет Ну, он-то есть такой, ну, как бы, на шведской школе Экономикс Есть вот подготовка Каждый там приходит Спикера Сами рассказывает Сами себя тоже Ну, там есть тоже преподаватели, да Ну, они тоже сами себя Пиарят То есть, получается, они сначала тренируются на стокгольмской школе, да А потом идут в массы Потом идут в массы Ну, посередине еще У нас есть Петер Скриллоус Это режиссер, который делает драматургию этого рассказа Чтобы он был Там было что-то личное, да Чтобы это было заинтересовано Это не... То есть, если это, например, какое-то... То есть, там есть тоже правило по TED Которое нельзя, там, например, рекламировать какую-то свою компанию Или так, то, такое Это все тоже И есть, ну, наверное, какой-то алгоритм, как рассказывать И эти алгоритмы всегда, они работают И работают, как взять публику нас Чтобы она поверила тебе, да И потом уже рассказать что-то личное Дать о своей, то есть, своем опыте, да Так что, да, это такое достаточно интересное Да, я хотел спросить То есть, вы как раз говорили об этом вначале Что вы специально выходите на западный рынок Говорите по-английски Насколько это действительно проходит? То есть, если зайти на TED-овский канал на YouTube, например Если там кто-то из латвийских спикеров Кто-то пробился в последнее время Ну, знаете, как, вот пробивается очень Ну, наверное, вообще TEDxRigy уже примерно 2 миллиона просмотров Да Наверное, из таких самых интересных случаев Бывает, что, например, вот в прошлом году У нас был спикер один Ну, то есть, руководитель рижской цирковой школы И она буквально как-то, она хорошо сама по виду выглядит И как-то она сработала И примерно на 2 недели она получила 30 тысяч просмотров Это как разрабатывает Ну, например, Индии Кто-то начинает смотреть Там пошел И это там нету такого, скажем так Точного алгоритма Как это получается Ну, есть, ну, например Первый Одно из первых выступлений Андриса Амбайниса Который, ну, сайентист Математик Математик Он получил тоже очень большой Много просмотров Но самое главное Что его кто-то нашел из Австралии И они начали делать какой-то совместный проект Это, наверное, тоже такой хороший Ну, как бы Показатель, да Да, предсказатель Чтобы что-то продолжается А так сама платформа TED Она начала сколько уже В этом году будет 35 лет Как она начала работать Ну, наверное, самые большие Изменения пришли В 2006 году Когда она стала доступна онлайн Потому что сначала Это было очень элитарно Да, очень элитарно И сейчас она элитарно Очень, например, на большой TED Global В первую очередь Очень трудно попасть Там все билеты продаются Очень быстро И там билет стоит Примерно 5 тысяч А у нас сколько? У нас Сейчас 145 евро, мне кажется Это не дорого для Ладжи? Раскупаются? Да, да Раскупаются? Раскупаются, да А кто из спикеров, может быть, не дается? Вот вы действительно хотите Это такая идея фикс То есть он яркий Он, может быть, там, колоритный Популярный По какой-то причине он вам просто симпатичен Но вот не удается его заполучить Ну, мы всегда У нас есть В нашем У нас есть такая команда Которой мы собираемся вместе И обсуждаем всех спикеров На следующий год И оно Ну, как бы Всегда Если кто-то не попадает В этот год Мы его предлагаем На следующий год Ну, скажем так Мы понимаем Все спикеры В первую очередь Это Это, наверное, суть этого тоже Что это Все спикеры Приходят и делают это бесплатно Без никакой-то коммерческой выгоды Чтобы это было Это Тед Рулс Который То есть Чтобы это Приготавливать Вот все это Технически Как это все Приготавливается Здесь Здесь есть Целый Ну, то есть, например Это Ну Штат Целый штат Но штат тоже волонтеров Все работают Подождите, получается так Что выступающие выступают бесплатно А штат это волонтеры Да Билеты стоят 145 евро Это все вам уходит? Нет, нам Мы тоже волонтеры Нам Кто же зарабатывает на него? Никто не зарабатывает А куда деньги уходят? Деньги Деньги В первую очередь Это Оплачивается Все Камеры Все Техника Вся То есть Аппаратура Аппаратура Потому что Это Это самое важное Чтобы это Это все снимается С восьми камер Это все потом Монтируется Это Самый важный Вот этот Продукт Который Получается В конце концов Это не только Вот это Который То есть Онлайн Трансляции Но потом Это все Опять Делается Опять Монтаж Монтаж Делается Достаточно Динамичный И это Получает В конце концов Очень интересный То есть Продукт Получается Что все Работают Бесплатно Кроме Видеомонтажеров И монтажеров И операторов И плюс Сценографы Да Которые То есть Кто-то Получает Деньги Я просто Интересно Почему Так А стоишь Где бы Придуматься Деньги Получают Те Профессионалы Которые Скажем Так Чисто Которые Делают Монтаж Техника Операторы Видеомонтажеры Это Получает Мы тоже Платим Национальной Библиотеки За Зал Который Национальная Библиотека Могла бы Вообще То Издать Зал Это Национальное Достояние Я хотел Спросить Вот о чем Мы Немножко Коснулись Покасательно Этой темы Есть ли у вас Какие-то планы Выйти Действительно На международный Уровень Чтобы Спикеров Из Латвии Вот Не знаю Кто-то посмотрит TEDxRig Увидит Какого-то Очень интересного Спикера Его пригласит Уже На TED-овское Выступление Большое Не знаю Куда-нибудь В США Условно говоря Да Есть Наверное Это Тоже Например Когда Наши В первую очередь Всегда Нашу Нашу Трансляцию Смотрят Ихние Headquarters Да Они Всегда Потом Делают Какие-то Заметки Что Как улучшить Что Сделать Есть Есть Тоже И Наверное Это Самая Такая Большая Возможность Чтобы Кто-то Выбрался От Латвии На Большую Арену Да Ну Трудно Сказать Но Там Конкуренция Большая Это Буквально На 20 Человек Которые Выступают В этом Центральном Глобальном Так что Ну Есть Наверное Если Будет Кто-то Что-то Очень Интересные Идеи Да Но Всегда Тоже Например Учеными Да Они Тоже Чуть-чуть Боятся Высказывать Полностью Свои Какие-то Новые Открытия Да Чтобы Ну Чтобы Это Тоже Ну С другой Стороны Опять Всегда Есть Какие-то Интересные Идеи Которые Можут Зажечь Просто Людей Ну Зажечь Там Как Например Рассказать О том Как Ну Например Перебороть Себя Да Чтобы Ты На Каком-то Промежутке Своего Своего Например Жизни Ты Там На Каком-то Промежутке Не можешь Там Достать Ну Достать Какую-то Для себя Важную Вещь И Это Через Вот Эти Идеи Ты Можешь Достаточно Много Получить Разные Мотивации Каких-то Своих Поступков Если у вас Какая-то Обратная Связь Со Зрителями Чтобы Они Потом Там Списали Вот Это Очень Было Хорошо Здесь Здесь Не Понравилось Или Хотим Услышать Про Эту Тему Про Три Мы Все Ждем Ждем Например Есть Всегда Наверное Какая-то Такая Во-первых Очень У нас Это Вся Команда Волонтеров Очень Достаточно Большая Они Представляют Разные Слой Общества Который Тоже Как-то Резонирует Со всеми Рассказами Мы Всегда Это Делаем Секособраний И Наверное Тоже Зрители Которые В зале Смотрят Это Все На Внуков Лайф Они Тоже Высказывают И У вас Был Вопрос Как Если Онлайн Ты можешь Смотреть Зачем Идти Туда Но Здесь Там И Есть Обратная Связь С Спикером Из Зала Потому Что Все Спикеры Потом Пьет Кофе Вместе Подходят Там Люди И Начинают Разговаривать Мы Всегда Тоже Например Разные Темы Которые Должны Были Еще Обсуждаться Делаем Перед Например Кофейным Брейком Да Мы Делаем Делаем Ставим Спикер Который Может Рассказать О чем То Которым Уже Потом Люди Будут Обсуждать А TEDx В этом Году Будет Один День 22 Числа Он Всегда Один День Это Всегда Начинается С утра И Заканчивается В Шесть Вечера Это Четыре Сессии Где Каждая В сессии Примерно По Четыре Пять Спикеров Один Из них Всегда Какой-то Связан С музыкой Или С каким-то Творчеством Творчеством Станет Волонтеров Может Кто Может Быть Этим Волонтером Как Стать Волонтером Потому Что Это Очень Интересный Опыт Фактически Международного Уровня Плюс Это Возможность Пообщаться Со Спикерами В Неформальной Встановке Я думаю Что Многим Было Интересно Какой Средний Возраст Этих Волонтеров В чем Они Задействованы Сколько Времени Нужно Понимать Я Ухожу Волонтерить Это Два Месяца Полноценный Рабочий День Может Быть Это Не Так Вот Как Это Происходит Нет Это Не Полноценный Рабочий День Во первых Это Всегда Можно На нашем Сайте Посмотреть Или В фейсбуке Или На нашем Сайте Всегда Есть Объявления Когда Мы Начинаем Новый Подбор Волонтеров Есть Разные Наверное Степени Волонтерства Есть Люди Которые работают Только на конференции Там Неделю Перед этим Есть Волонтеры Которые Работают Целый Год Уже Работает Каждый У нас Есть Команда По Маркетингу Команда По Спикерам Которые Начинают Думать Команды Которые По Технике Разные Команды Которые Наверное Волонтер У кого Есть Какие-то Знания Конкретном Конкретном Области Он Может Получить Эту Возможность Работать И работать Вместе Со всеми И Наверное Я говорю Там Разные Степени А возраст Какой Это студенты В основном Я бы сказал Это студенты В основном А мы можем С Артемом Пойти Или мы уже Старые Нет 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 Вот Артем Уже Пойти А ты Сиди Здесь Да Ну как 22 рабочий День Все-таки Кстати Это не Является Проблемой Что вы Организовываете В рабочие Дни Ну Это Наверное Что-то Это Отбирает Какую-то Часть Людей Ну Как-то Несмотря На это Это Уже Такой Опыт Как-то Люди Уже Заранее Наверное Получают Готовятся И получают Выходной В субботу Ну В субботу Уже Больше Вот Мы Много Думали На Этой Теме Ну Просто В субботу Как-то Люди Все-таки Хочут Больше Быть Семьей Быть Отдыхать А это Достаточно Такой Ну Скажем Насыщенный День Который Вот Например Ты День Там Начался И После этого Ты получаешь Столько Информации Он Так Насыщенный Ну В конце Концов Всегда Тебе Очень Такая Ну Несмотря На Всякие Проблемы Которые Появляются От Разных Спикеров Разные Темы Ты В конце Концов Всегда Есть Такая Очень Сатисфакшн Скажем Так Что Ты Получил Удовлетворение Да Удовлетворение А вы Сами Не хотите Выступить На Тед Рассказать Собственно Про то Как Делать Тед Вы Знаете Как Я Наверное Об этом Не думал Я думал А у вас же Блат Вы можете Просто Себя Вписать И Опыт При этом Мы столько Слышали Разных Поступлений Все Вы говорите Сам по бартеру Попали Не Не Мне Как-то Я Наверное В первую очередь Тогда Мне Не получится Готовить Других И Приготавливаться И Наверное Я подумаю Об этом Но Если В следующем Году Вы будете Уступать Мы Будем Знать Кто Вас Вдохновил Надя Попасть Бесплатно Мы Будем Скажем У нас Уступает Спикер У нас Последний Вопрос Что С Аккредитация Насколько Легко Попасть Потому Что Есть Конференция На Которую Журналист Попасть Не Так Просто Именно Для Того Чтобы Эта Информация Все Так Сохранялась Как Что Здесь Происходит Ну Я Наверное Не Буду На Этот Вопрос Совершенно Компетент Я думаю Что Можно Попасть И Наверное Вам Тоже Вы Можете Это Сделать Ну Я Не Знаю Как Конкретно Это Делается Это Наверное Наша Часть Которая Занимается Коммуникацией Прессой Это Больше Будут Знать Я Конкретно Насчет Этого Не Могу Ответить Но Насчет Выступления Подумайте Подумаю Нам Пора Заканчивать У нас В гостях Был Соорганизатор TEDx Riga И Продюсер Мартин Штиберс Корректор Редактор